Аутизм, то что называют сегодня аутизмом, это же не болезнь, это всего-навсего комплекс симптомов. Как это можно излечить? Вот я стала с ней заниматься по своей методике, и вдруг она у меня за неделю выучила все пасхальные песенки. Наша жизнь сложилась таким образом, что произошло, скажем прямо так, открытие истинной природы аутизма. Вы хотите сказать, что можно снять этот диагноз, который вы как припечатали? Мы не хотим этого сказать, мы можем это показать. Я вітаю мешканців Одеси та Одеської області. Меня зовут Марина Аксенова. И сегодня очень интересная тема нашей разговоры. За поетичным выразом «Дети дощу» ховается щоденний подвиг людей, которые сценились с диагнозом аутизм. Детей, которые никогда не смогут себе частину навколо света, и родителей, для которых каждый день – это низкая битв и перемог. Кожна 80-та дитина на нашей планете народжается с аутизмом. Официйные джерела говорят, что это не лековно. Мы знаем, что в Израиле нашли способ, как вылечить эту хворобу. И это открытие, связанное с людьми, которые сегодня станут гостями нашей студии – Давидом и Иосифом Ейхель. Керевники Центра еврейской медицины Д.Р.Давид и Международного методического центра РАМОД. Я витаю вас, шановные гости. Дивлюсь, что у вас такие глаза. Я так понимаю, что вы украинскую не понимаете, поэтому предлагаю перейти для нашей разговоры на российскую мову. Здравствуйте. Я приветствую вас в Одессе. Приветствую вас в нашей стране, в Украине. Скажите, как часто вы бываете в Одессе впервые, либо, в общем-то, вы сюда уже приезжали к нам? Мы практически первый раз приехали. Приехали еще по приглашению наших друзей и сотрудников. Это центр «Алана» из Никополя. Это одна из организаций, с которыми мы сотрудничаем, с которыми у нас есть договорные отношения в области разработки и создания методик по оздоровлению и развитию, что самое важное, особых детей и подростков. Ну, вот так мы и оказались. А вот скажите, пожалуйста, ваш центр, вы говорите, что он все-таки международный. С какими государствами вы еще сотрудничаете? С государствами, либо это специалисты из разных государств? Это специалисты из разных государств и организации из разных государств. Это в настоящий момент разные страны бывшего Советского Союза. Например, Грузия, Украина. Есть сотрудники, которые проживают в Астрии, во Франции и так далее. То есть мы активно приглашаем к сотрудничеству людей, специалистов, энтузиастов, людей, которые есть что дать. Знаете, есть такой тип людей, которые хотят что-то хорошее сделать. Для них это первично, это самая основная цель, смысл жизни. Это не просто существовать, а постараться сделать этот мир лучше, как-то что-то хорошее сделать. И мы в настоящий момент уже объединили под своим крылом специалистов из разных стран, как я сказал, в том числе с Украины. И мы активно приглашаем к нам в гости в том числе. Разумеется, у нас специально построен достаточно такой немаленький центр. Мы завершили его строительство где-то года два назад, как раз перед тем, как все закрылось. Да, сложная ситуация. Вы попали, буквально перед пандемией, только вы готовы были открыть, распакнуть двери. И тут уже такие ограничения. Мы успели там три месяца попринимать людей, и все закрылось там. Ну, давайте все-таки, наверное, очень многие из телезрителей, кто сейчас слышал тему, которую я обозначила в нашем разговоре, аутизм, все считают, это неизлечимая болезнь. Это диагноз такой, который невозможно просто снять. Вы, я впервые, честно говоря, слышу, вы утверждаете, наверное, и в мире, наверное, вы впервые эту мысль донесли, что это излечимо. Вот наши скептики, насколько могут доверять, как это можно излечить? А знаете, давайте я вам расскажу, почему вообще мы решили, что это излечимо. Скажем так, это вовсе не то, что там вдруг озарение, да? Это результат многолетней работы. На самом деле, скажем так, вот я скажу лично про себя, да? Я всегда интересовалась, скажем так, здоровьем, да, как люди выздоравливают, как можно вообще вот это изменить. И, собственно, поэтому я много-много лет как бы увлекалась параллельно там со своей любимой математикой, я много лет увлекалась альтернативной медициной, то есть всякими естественными методами оздоровления там и так далее. Волонтерствовала в больнице, например. Приходилось работать с людьми после инсультов, после черепно-мозговых травм тяжелейших. И, честно говоря, про аутизм даже вообще мысли не было, пока не стало понятно, что наша дочь имеет такие проблемы. Насколько это стало? Когда вы заметили, что ребенок немножко отличается от других детей? Смотрите, на самом деле, как бы она отличалась с самого начала. Просто мне вначале это было непонятно, поскольку я как бы не сталкивалась с таким. И, например, то, что она не хотела брать грудь. Она, собственно, она ее почти сразу сбросила. Она предпочитала бутылку. Она не хотела, чтобы ей что-то делали. То есть все, что она могла, она, значит, всех отпихивала вот так вот, да? То есть она сама, вот сама, сама. Но тогда нам казалось, что такой самостоятельный ребенок, да? Типа, вот такой гениальный характер такой, да? То есть никому в голову не могло прийти. Но уже, в общем, в три года стало понятно, что что-то не так. Потому что, например, говорила она очень плохо. Она знала очень мало слов. Она предпочитала как бы петь. То есть она могла спеть любую мелодию, но без слов. И тоже было еще непонятно. И, собственно, только когда уже она пошла в подготовительную группу детского садика, стало понятно, что, собственно, все плохо. Вам подсказали это воспитатели, медики? Да, у нас был очень хороший воспитатель. Значит, вообще в Израиле готовят, когда воспитатели, то они все имеют вот такую квалификацию. Они могут направить и так далее. И как бы воспитательница сразу сказала, что ребенок к школе не готов. И я тогда тоже еще не понимала масштаб проблемы. Поэтому я приходила, например, на занятия и смотрела, как она занимается. Например, вся группа поет песенку. И сидит моя дочка и молчит, и плачет. Потому что я понимаю, что она просто не может. То есть вот все поют, а она не воспринимает. И, честно говоря, я тогда... Ну, мое тушевное состояние было совершенно ужасным. Я, что называется, бегала по потолку, как курица без головы. А как вы? А как вы, Давид? Как вы воспринимали вот этот диагноз? Он меня поддерживал. Ну, это, наверное, все равно удар такой для родителей просто. А я ходил по разным специалистам. Делали проверку слуха. Потому что мне было понятно, а ребенок слышит вообще или нет. Потому что он как бы не особо реагирует на вопросы и так далее. Было очевидно, что она слышит, раз напоет на лозу. Ну и так далее. То есть я со своей стороны... Ну, такое мужское решение такое, да. Женщины просто стресс-истерика. Мужчина решил докапывать. Не совсем. Потому что женщина хорошо понимала, что... В общем, я к тому времени уже как бы видела, что такое специальное образование. Я уже видела этих детей. И я понимала, что никакое специальное образование нас не спасет. То есть я видела, как с ними занимаются. Знала, что есть специальные методики. И видела, что они остаются такими, какими они есть после этих методик. Да, они чему-то научаются, но это ничего не меняет, да. И, в общем, короче, это было... Это было такое состояние. И, в общем, скажем так, там произошла цепь событий, когда... Ну, в общем, скажем так, еще человек извне меня как бы подтолкнул. И мне пришло в голову, что... А что, если я попробую свои методы, которыми я занимаюсь, скажем, людьми с инсультами, с черепно-возговыми травмами, да. Что, если я попробую на своей дочери? И, вы знаете, случилось чудо. Вот я это начала делать... Была неделя до Пейсаха. Пейсаха – это еврейский праздник весной. Собственно, православная Пасха, она примерно в те же даты. И дети к этому времени, они обычно учат кучу песенок праздничных. И, короче, вот я стала с ней заниматься по своей методике. И вдруг она у меня за неделю выучила все пасхальные песенки. И это было так здорово. То есть совершенно неожиданно. Вообще есть такое мнение, что дети, которые страдают аутизмом, что они вот гении. Что они вот, допустим, в каком-то одном направлении могут совершать совершенно неимоверные какие-то... Знаете, давайте мы к этому перейдем чуть позже. Я вот сейчас расскажу, как у нас все это проистекало, а потом поговорим про гениев. Собственно, в этот момент я поняла, что дочка моя стала выходить, я обрадовалась. Естественно, я стала с ней все время заниматься. Стало понятно, насколько она отстала. То есть вот за эти пять лет, что она как бы не воспринимала, она пропустила вот весь тот материал, который ребенок, в принципе, должен как бы усваивать вот за эти пять лет. И поэтому, когда она пошла в первый класс, то через неделю мне позвонила ее первая учительница и стала на меня кричать. Говорит, твой ребенок должен быть в специальном образовании и все такое. Ну, я-то уже знала как бы все. И я была, в общем, к этому готова. Я ей сказала, говорю, почему ты ставишь диагноз? Понеслась в школу. Говорю, давайте договариваться. Я уже вижу, что мой ребенок уже развивается. Я уж не знаю, что они там про меня думали. Думали, наверное, какая-то чокнутая мамаша, которая держала ребенка в подвале, да, никуда не выпускала. Поэтому ребенок ничего не знает. Ну что, я им буду объяснять. Короче, они мне предоставили очень много помощи. Скажу вот честно, большое им спасибо от всего сердца. Но первый класс у нас был очень тяжелый, потому что ей нужно было догнать вот все, 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 все. Собственно, за все ее вот эти шесть с лишним лет и продолжать как бы догонять то, что в первом классе. Во втором классе, когда мы начали, новая учительница сказала, что предыдущая учительница сообщила, что ребенок в кошмарном состоянии, что да, она сделал большой прогресс за год. Но что ужас-ужас. Я говорю, неважно, давайте все дополнительные уроки, все на свете. Говорю, давайте, мы все берем и мы продолжаем. Примерно где-то к ноябрю я пошла в школу, говорю, где мои дополнительные уроки, где мое то, где мое сё, все, что вы обещали. А учительница мне говорит, ты знаешь, нам, конечно, сказали, что она ужас-ужас, но мы смотрим, она примерно в серединке. И, собственно, так оно и дальше пошло. К третьему классу она практически закрыла вот этот разрыв. Ну и дальше уже мы пошли уже, так сказать, обычным путем. Хотя у ребенка сохранились комплексы, то есть она девочка такая, очень нежная. И у нее образовался такой комплекс, что она ничего не может. То есть вот если какая-то задача, она, ой, нет, я это не смогу. И вот с этим тоже пришлось работать, и, к счастью, мы сумели. То есть сегодня она уже говорит, а что, я это могу. А сколько я лицами? Сегодня ей уже 17 с лишним. Да, то есть можно уже очень хорошо оценить, куда мы дошли, да. Вот, и, в общем, я считаю, что Бог с нами сотворил чудо. Так вот, к вопросу о гениях. Смотрите, есть дети. Собственно, чтобы это объяснить, я должна все-таки объяснить, к чему вы пришли. Да, покороче. Собственно, в чем заключается то, что Давид называет открытием? Что аутизм, то, что называют сегодня аутизмом, это же не болезнь. Это всего-навсего комплекс симптомов, да. Что такое комплекс симптомов? Каждый симптом, он появляется почему-то. То есть у здорового ребенка этих симптомов нет. Значит, у ребенка с аутизмом есть какая-то проблема. И проблема эта органическая, понимаете? То есть вот так же, как, скажем, человек... То есть в этом-то и открытие, что причина этого, это просто-напросто органическое поражение центральной нервной системы. Оно может быть более сильным, оно может быть менее сильным, оно локализовано в разных местах. В зависимости от этого вы будете видеть разные симптомы, и в зависимости от этого вы будете видеть полного идиота, или вы будете видеть частичного идиота и гения в какой-то части. Потому что, если, скажем, вот вы знаете, скажем, я в свое время работала со слепыми, да, у них поразительный слух. То есть слепой человек мог определить, что иду именно я, сидя на седьмом этаже, я поднималась по лестнице с первого. И он уже знал, что это я иду, понимаете? Это потрясающе. То есть у него вот эти вот недостаток в одном месте, он у него как бы перешел в избыток в другом месте. Вот так же вот и у некоторых детей. То есть дети, которые имеют локальное поражение, повреждение где-то, например, не могут делать что-то, например, коммуникацию, да, но интеллект у них сохраняется, и они все свои силы, все ресурсы идут именно туда. И тогда у вас получается такой странный гений, к которому, если вы нашли подход, то он вам что-то там выдаст. Но вся проблема в чем, что найти этот подход очень и очень сложно, если вообще возможно. Вот это именно мы подошли к тем методикам уникальным, которые вот вы применяли, я не знаю, ну что можно было изобрести из этого. Ну мы там знаем, там, цветотерапия, там, дельфинотерапия, там, на лошадях деток катают, говорят, что вот каким-то образом там тоже какое-то влияние. Что вам помогло? Если можно, я немножко дополню, отвечая на ваш вопрос по поводу того, вот, гениев. Ну иногда это называют дети индиго, представители будущего и так далее. То, что мы говорим, это, нужно понимать, это наша личная точка зрения, основанная, разумеется, и на нашем опыте. На вашем жизненном опыте, конечно. На опыте многих-многих-многих-многих, сотен, а скорее всего тысяч семей, которым нам довелось помогать на протяжении последних десяти лет, больше немного. Что касается способностей детей, ну, во-первых, в каждом человеке есть какие-то уникальные способности, которые либо раскрываются в течение жизни, либо нет. Ну, у каждого человека это есть, это как бы наше основное понимание этого. И то, что мы делаем, это еще, это содействие тому, чтобы те способности, которые заложены в человеке, чтобы они нашли свое раскрытие и реализацию. Самое главное, чтобы человек стал замечательным человеком, активным в жизни. В социуме, безусловно. И не просто жив, а чтобы он был... Качество жизни, чтобы вы хотели сказать. Нет, чтобы он был замечательным человеком. Да, на самый максимум, то есть развитие способности до максимума, да. Ну, чтобы это был замечательный человек, успешный в жизни, прекрасный семьянин и так далее, и тому подобное. Но способность, это уже как бы дело второе к этому прилагающееся. Мы еще раз возвращаемся к тому, что вот суть того необычного, что произошло вот в нашей жизни и через это вот для других людей, это выявление причин аутизма. Вот это вот я хочу, ну, вот как бы сказать, это самое основное. Во всем мире неизвестна причина. И поэтому неизвестны какие-то, не существуют способы лечения, которые приводят к тому, чтобы человек становится здоровым. Вот наша жизнь сложилась таким образом, что произошло, скажем прямо так, открытие истинной природы аутизма. Называется, теперь это не тайна. Почему не тайна? Потому что все наши исследования, методики, это все сертифицировано, защищено авторским правом. То есть это уже не что-то такое неизвестное. Да, и мы это все активно распространяли все эти годы. Причина аутизма. Выявлены это органические поражения, и существуют методы, которые приводят к тому, чтобы к вопросу о методах... Что они заживали. Да, происходят процессы самовосновления. Опять-таки в каждом человеке от природы заложены механизмы самовосновления, как в любом живом существе. Есть механизмы уже заложенной природой, скажем так, какому-то приятнее сказать Богом, заложены уже изначально. То есть они уже есть в человеке. Ну как там любая травма, любое еще что-то. Организм сам всегда заживляет. Так устроено. Поэтому мы со своей стороны, зная, что причина находится в каком-то поражении, находя его с помощью наших методов и особых способностей, говоря прямо, вот, когда речь идет о нас двоих, и мы содействуем тому, чтобы запустить процессы саморегенерации человека. То есть достаточно минимального какого-то содействия и естественное... Да, это толчок такой организму. Ну, не совсем. В Украине есть очень много детей, которые вот, если их не трогать, вот, как бы, и пустить, как они есть, они будут, скажем так, они не смогут реализоваться в жизни, да, то есть это будут дети-аутисты. Но если им помочь определенными способами, скажем так, они просто выздоровеют и догонят, и будут как обычные дети. Вы хотите сказать, что можно снять этот диагноз, который вы как припечатали? Мы не хотим этого сказать. Мы можем это показать. Да. У нас достаточно... Мы как люди разумные и не дилетанты в разных областях. Мы опытные специалисты в разных областях, и в технических областях, и в педагогике, и управленческие деятельности, вот я конкретно. Мы понимаем, что подобное утверждение, оно очень странно. Во всем мире утверждается, что это невозможно понять, невозможно вылечить. Поэтому мы ничего не говорим. Мы просто можем показать тем, кому нужно. Просто пакеты документов, медицинские свидетельства, медицинские документы, заверенные еще нотариально в разных странах, о том, о снятии диагноза, диагноза F84.0 на одной бумаге, на другой бумаге этого нет. Обычно всегда меняется задержка психоличевого и речевого развития, понятно, потому что ребенок... В начале есть отставание. Потом это еще снимается дополнительно, но это уже... Мы ничего не говорим. Мы можем просто показать. Это можно увидеть у нас на сайте, в YouTube-канале и так далее. Просто документы. И видеозаписи детей. Примеров родителей. Конечно, конечно. Да. Когда ребенок, какой он был, неговорящий, истерики и так далее. И с другой стороны, этот же ребенок, рассказывающий стихи, замечательный человек, успешный призер многих, я говорю совершенно конкретно, многих международных конкурсов, и там по математике, и по другим всяким областям знания. И вот у одного из наших первых пациентов, который жил тогда в Болгарии, он очень много делал дистанционно, что очень странно тоже. Ну, сейчас это популярно дистанционно с нашей ситуацией. Да, да, да. Это вышло теперь на первую как раз. Вот он тогда находился в Болгарии, когда я с ним начинал работать, потом и СЭФ подключился. Он сейчас призер многих международных конкурсов. Мне больше всего порадовало и удивило то, что он был награжден, как это называлось, диплом победителя в области... Какой-то бизнес, там что-то такое, да? В области бизнеса. Предпринимательство. Да, предпринимательство. Что-то такое. Он сделал, собственно, интернет-канал. Эй, ютуб-канал, прошу прощения. На котором... Родители к этому не имели никакого отношения, ничего сами не знали, они ничего не умели. И он это сделал. И там он рассказывает о том, как ухаживать за животными. Рассказывает. Там, с точки зрения, там, не анатомии, но, в общем, зоологии, как за ними ухаживать. Он там взвешивает их, показывает, объясняет, как нужно за животным ухаживать. Другой уровень совершенно. Отказал школу для родителей. Мастер-класс для родителей. Он такой, товарищ. Вот. И так далее. Понял. То есть, мы не говорим, мы показываем. Вот сейчас здесь, в Одессе, находится одна семья. То, что я говорю, это все, пожалуйста, имеет, и тем, кто захотят, они увидят это в ютубе, и у нас на странице br-david.com. Снятие диагноза. У ребенка только через дистанционное лечение. Почему только через дистанционное? Потому что не могли приехать. А, вообще, только дистанционное. Можно снять? Ну, у нас есть такой пример, два примера. Продвинуться, я так понимаю, да? Продвинуться можно, да. Смотрите, есть очень много детей, которых можно вывести в норму. Скажем так, это не будет вот так, но это будет за какое-то время, да? Все индивидуально. Практически всех можно улучшить. То есть, даже очень тяжелых можно вывести, скажем так, в такое состояние, что с ними можно жить. Родители, у которых есть реально тяжелые дети, я думаю, они очень хорошо поймут, о чем я говорю. Потому что, когда, скажем, ребенок сгибается, извивается, кричит 24 часа в сутки, потому что у него сплошные судороги, там, и так далее. С момента рождения. И тот же ребенок, который, в общем-то, нормально кушает, нормально спит, да, и так далее. С которым можно просто пойти в магазин. Это, понимаете, это два разных ребенка. Примерно. Даже при том, что этот ребенок, скажем так, очевидно, что в силу повреждения, он до нормы не дойдет никогда. То есть, как бы, это большая разница. В чудесах, конечно. Я обязательно зайду на сайт, я обязательно посмотрю. Мы стараемся не говорить, потому что это невероятно, это невозможно. Любой человек, который об этом говорит, понятно, что это Шаралтан Абанчик, потому что известно, что того быть не может. Поэтому мы молчим. Я поняла. Вот люди конкретные, вот документы конкретные, вот... Вот семья конкретная, которая через это прошла, и это достаточно вашей известности. Вот еще семья, и вот еще много семей, да. Таких семей... Слава Богу, достаточно много, да. По всему миру. Причем к нам приезжают люди с самых разных концов планеты. Вот за последнее время к нам приезжают медицинские, например, из Америки, из Вашингтона, из Сеула. Израиль вообще у нас, собственно говоря, страна, где говорят, что самая лучшая медицина. Из Германии, из Австрии, из Италии. Такие подходы. Мы, как бы, относимся к тому, что относятся к альтернативной медицине, да. То есть мы используем исключительно естественные методы. То есть мы не используем ни хирургии, ни лекарства, да, ничего. Вот, например, приезжают дети, да, которые невозможно ребенка положить, скажем, на живот. Почему? Потому что он знает, что если его кладут на живот, им будут делать уколы, да. И ребенок вцепляется в свои штаны и не позволяет вообще до себя дотронуться, да. Вот мы с этим сталкиваемся. Потом они расслабляются, они понимают, что ничего страшного, с ними здесь не будет. Будет только приятно, да. Может быть, для тех, кого эта тема волнует. Я понимаю, что одной встречи, конечно, недостаточно, что вы не только этим занимаетесь. Есть еще такие тяжелые болезни, как ДЦП, там, другие заболевания. То есть я вот читала, готовлюсь к встрече с вами. Тем не менее, подскажите еще раз для тех, кому интересно, вот как звучат две точки вашего сайта, чтобы люди все-таки могли заглянуть, посмотреть, и, возможно, действительно для кого-то это будет спасение. Сайт еще раз назовите. Сайт, называю, адрес, это у нас несколько сайтов. Во-вторых, это сайт энциклопедия практической помощи при аутизме и ДЦП. Там очень хорошая подборка медицинских практических статей, изучив которые человек может, значит, помочь сам себе. Но, с другой стороны, люди же... Autism-help.com Autism-help.com На странице нашей компании, это компания, это не частный бизнес, это компания, br-david.com Центр еврейской медицины BR-David. Но это Израиль. А как все-таки до вас поближе дорваться? Или вы все-таки будете приезжать каким-то образом и сможете встречаться? Во-первых, у нас активно работает программа дистанционного лечения и помощи. она совершенно бесплатная, как и очень много из того, что мы делаем. Там нужно оставить заявку на нашей странице, и, собственно, дальше уже... Дальше уже подобщим. С другой стороны, мы предпринимаем определенные шаги для того, чтобы можно было оказать помощь людям здесь. Зарегистрировали компанию, которая будет также представлять... Филиал. Ну, скажем так. Огромное спасибо. Уникальные люди, уникальные истории. Конечно, очень хочется верить в чудеса. Я, с одной стороны, очень рада, что вы смогли найти тот подход и помочь собственному ребенку, помочь себе, и что вы помогаете людям, которые, наверное, находятся в состоянии отчаяния. Особенно я говорю о взрослых. Ну, это уже, наверное, тема другой программы. Я нашим телеглядачам нагадаю, что сьогодні мы спілкувалися с керевниками Центру еврейской медицины МБР Давид и Международного медицинского центра РАМОД Давидом и Иосифом Ейхель. Держава Израиля, очень спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин